Привет! Знаю, этот год заставил нас задуматься о многом. В очередной раз мы поняли и задумались над тем, над ценностью жизни, над тем, что такое смерть. В этом году каждый нуждался в помощи. Но получали, к сожалению, ее не все. Мы забываем о том, что жить нам не вечно. Я шучу, ладно, что вы думаете, совсем что ли? Совсем что ли, ебнулся, да? Нет, 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 тараканов развелся, а тут ползают. Вот, тринадцатый. А по правде говоря, многие говорят, знаешь что? Говорят, знаешь, как я жил в 2020? Это как новый уровень в игре. Это даже как новая игра. Где кучу экшена. Где ты постоянно на драйве. Ты постоянно... Туда-сюда тебя вот так вот метает. Просто ты не знаешь, что теперь дальше ожидать. Вот. Кто-то потерял работу, кто-то ее нашел. Ты и как никто другой понимаешь, что нужно развивать в себе разные качества. Чем больше ты умеешь, тем больше ты нужен людям. А и вот я, например, знаете, как я провел этот год? Я дома сидел в основном, да. Знаете, как было? Я вот так вставал, так вот, ну так просто, да. Встаю, да, смотрю такое в окно, что я вижу. Смотрю такое, о, ну, весна. Что я вижу? Как же проходит жизнь? Вот ты выходишь, ты встаешь, ты идешь к окну, ты видишь, листья распикаются. То есть, весна пришла. Потом жарко, и листья начинают падать. Осень наступила, значит. И вот так прошел год. То есть, я был в таком забвении. Знаете, если бы не СМИ, я бы вообще не знал, что что-то не так происходит. Серьезно. Вышел, пришел, вышел, пришел. Все. Поэтому, если мне говорят, что, ну, как тебе этот экшн-год? Я говорю, вообще, на изи я прошел его по стелсу, понимаете? Более того, я практически разучился общаться с людьми. Это действительно очень странно, когда ты сидишь дома, не моешься, не бреешься, ничего не делаешь такого. Поэтому, когда я каким-то чудом оказался в центре Москвы, и одна китаянка, или я не разбираюсь в мускоглазых, да? Ой, то есть, я хотел сказать, в азиатах, конечно же, да. Господи, нельзя так. Бес попутал, извините. Девушка подходит, что-то там. Натицано! Я немножечко растерялся. Блин, что-то надо помочь. Что-то она там пишет, показывает, показывает. Комицуно на карте. Я такой, а, я такой, да, я знаю это место. Такой, ну, ладно, давай, гоу. Пошли со мной, я тебе покажу все, что. Ладно, доведу тебя куда надо. Он говорит, нет, нет, нет. Вот. Я говорю, ну, все, мы идем. Идем, такие идем. Я думаю, блин, а вдруг я не туда веду? Да, наверное, туда. Вот. Потом я немножечко запаниковал. Такой, думаю, о, вот, походу сюда. Пойдем, говорю, ну, не за угол, вот в этот переулок. А в Москве, знаете, там действительно, ну, я имею в виду в центре. Там действительно идешь все так красиво. В переулок заглянул, там помойка. То есть, в целом, не просто мусорный бак стоит в плане, а вообще жесть какая-то творится. Штукатурка сыпется и так далее. И вот мы заходим, и я такой, говорю, ну, чё? А она смотрит чё-то. Куда мы найти? Я говорю, ну, как тебе Москва? Я говорю, заходим в переулок. Я говорю, ну чё? Кницуа, ёпта. Прощение, я просто в образ вошел. Поэтому вот, вот к чему приводит социальная закрытость. Я не знаю, ну, то есть отсутствие общения. Ты становишься немножечко странным, что ли. Я бы сказал так, своеобразным просто, да? Больше всего, конечно же, меня беспокоило вот что. Когда тебе нечего... И боюсь я этого. Когда мне тебе нечего делать особо, да? Когда тебе скучно. Периодически приходилось листать грёбаную ленту ВКонтакте, да? Вообще. Ну так вот вообще. Поэтому в избежании такого действия нужно чем-то себя занять. Но бывает так, что не получится. Либо ты в дороге, либо ты в таком месте, где кроме телефона под рукой у тебя ничего нету. А настроения читать книгу и вообще умения читать книги нету. И поэтому ты сидишь и стоишь. И я долистался, например. Нашел, знаете, какую группу? Группа для даунов, конченных имбецилов. Которых разводят как лохов. Семнадцать друзей. Ну, с другой стороны, не каждый же лох, правильно? Кто-то давно вступил уже и просто даже забыл об этой группе. Он просто так сидит. Это просто жесть. Посмотрите. Тут я даже не знаю. Анимешники в комментах. Ну, всё понятно, что анимешники в комментах. Вот, посмотрите. В отпуск на пару недель, а у меня тут новые соседи появились. Проверь почту. Вдруг письмо с Хогвартса. Смешно, смешно. Лайк поставлю. Сто двадцать три тысячи. Нихера. Не, не буду ставить. Мой парень строитель. Вот так оригинально он подстриг мне кончики. Вообще хуйня, я даже не врубаюсь. Это же просто пипец. И вообще, дело не в этих группах. Чё нам до них, правильно? Дело же в реальной жизни. В реальности той, которая происходит сейчас. За окном. А ты сидишь здесь. И даже если чё-то делаешь, всё равно. Неважно. Встань. Подойди. Ты понимаешь, что твои родные могут завтра не вернуться с улицы? Жутко прозвучало. Ну, ты просто подойди сейчас и поговори с ними. Подойди к папке. Скажи, скажи. Так, подойди, скажи. Бать, привет. Сынок, ты что ли? Да, бать, тут такое дело. Я хотел тебе давно сказать. Слушай, понимаешь. Чё ты вырос? Да, я уже давно, вообще-то. Девчонка-то есть у тебя? Сниму наушники, типа. А нет, как нет. А чё так? Ой, бать, ты упал. С тобой всё в порядке или как? А, да, ну ладно. Ну вот, вот и поговорили с папой, да. Вот так оно и происходит. В любом случае, главное это попытаться. Хотя бы так. Лучше так, чем никак. С другой стороны, лучше иногда и чего-то не делать. Хотя говорят, что лучше сделать, чтобы потом не жалеть о том, что ты этого не сделал. А ведь бывает наоборот. Ты наоборот сделаешь и потом будешь жалеть о том, что сделал. Ты чё, делать или не делать? Допустим, сделал. Вот как это происходит? Чё чаще всего общуждают люди? Ну, например. У, какая девочка сидит. Прикольная. Сейчас, короче, подкачу. Привет. Да, как со... Но вообще не так это всё будет происходить. Так. Привет. Здорово. Чё надо? Классно. Вообще сидишь так одна. Думаю, надо... Чё сказал щас? Говорю, доро. Классно это. Можно? Чё... Чё делаешь? Вечером? Ну, к парню поеду. А, да. Здорово. Эй. Ну, ладно. Я пойду. У меня это... Моя остановка. Надо мне выйти. В окно. Бля, плита, сука. Оооо. Фу, еле... Еле это самое... Выкинул её в окно. Плиту. Ооо, сука. Ну, гори там. Вот сейчас там люди горят на площадке. Ладно. Я очень рад был повидаться. Я думаю, скоро увидимся. Пока что всё, потому что меня ждут большие дела. Ибо время уже позднее. Людей всё меньше и меньше на улице. И пока что... Ну, не опоздал. Вот. Нужно идти. Нужно идти. Нужно спасать женщин и детей от маньяков всяких, которые ходят по улицам. Да. Я подхожу. Говорю. Если я вижу, что мужчина начинает домогаться до женщины или до мужчины. Если до мужчины, я снимаю. Вот. А если, ну, что-то такое серьёзное происходит. Да. Девушки какой-то такое. Ммм. Да. Там, смотрю, мальчик маленький. Дядя зовёт. Я подхожу. Говорю. Привет. А они вот так. Слушай. Здравствуйте. А вы отец? Он такой. Да. Да. Конечно. Отец. Я говорю. Да. Хорошо. Хорошо. Слушайте. А можете, пожалуйста, меня подвести? Я просто очень слаб и устал. Я просто только что из банка. У меня куча денег. Мне очень стрёмно идти по улице. Он такой. Давай. Ладно. И в этот момент я подхожу. И. Вот так вот. И всё. Да. Всё. Надо уже идти. А то у меня по расписанию сегодня. Улица Маяковская. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok